Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Олег Михайлович. Я печник-блогер, разработчик так называемой реактивной тяги в открытых топочных системах, мангалах и каминах под названием Двойной Зуб. Свою технологию я оформил в виде 3D проекта и также запатентовал. Сейчас Роспатент признал мою разработку как полезная модель камина. Друзья, это я рассказал для тех, кто меня первый раз смотрит, ввел в курс, так сказать, что я в теме, о чем я говорю. Ну и сегодня в этом ролике разберем пример неудачно собранного барбекю комплекса. Я так предполагаю, что печник, скорее всего, пошел на поводу у своего заказчика, клиента. Это банальная, часто встречающаяся история, когда хозяин барбекю комплекса не хочет дырявить крышу, то есть портить потолок, кровлю, а принимает такое решение обойти дымоходом. Ну, почему так поступают? Потому что отсутствует знание технологии, друзья. Поэтому и происходят такие злостные нарушения. Ну и еще отсутствие, да, или наоборот влияние, воздействие мифа о тяге в трубе. Ну, как, я думаю, вы все слышали и знаете, даже ребенка спроси, он скажет, что тяга в трубе есть. То есть все специалисты в этой области, все знают, что если будет дымить, то надо просто трубу повыше поднять метров 15, и мангал будет тянуть дым, там прям аж шапку с головы сорвет. Вот, и подверженные этому мифу люди совершают такие ошибки. Попадают на деньги, на время, ну, в неприятной ситуации. То есть тяги в трубе не существует, это все миф, это обман. Люди, не проверяя эту информацию, просто передают ее друг другу. И все. То есть процесс дымоотведения совсем другой, друзья. Дым не высасывается трубой, а он заходит в дымоход. И задача печников именно наладить все так, чтобы дым правильно зашел в дымоход и вышел на улицу. То есть дымоход является как выхлопной трубой, то есть дымоотводящий, а не дымовысасывающий. Там никакого насоса или устройства для тяги не существует, друзья. Если только вы не поставите дымосос. Ну, это так, да. Для общего понимания процесса, что люди считают, что там в каком-то месте возникает та самая пресловутая тяга, которая вытягивает дым. Но вот в таких условиях, в данном видео, мы разберем сейчас, почему-то тяга не работает. Я еще раз говорю, потому что ее там не существует. И, друзья, если у вас нет времени на самостоятельное изучение данной проблемы, у вас дымит мангал, вы можете воспользоваться моей платной консультацией. Она стоит всего 1000 рублей. И буквально в течение 1-2 минут я расскажу вам о причине дымления конкретно вашего барбекю комплекса или камина. Ну, для тех, у кого есть время и желание изучать, пожалуйста, можете изучать. На моем канале есть достаточно видеоматериалов бесплатно. И также, друзья, небольшая реклама для тех, кто хочет собрать барбекю комплекс с правильной работой, да с правильными расчетами, с запатентованной технологией двойной зуб. Пожалуйста, у меня есть проекты, порядовки. Все барбекю уже проверены моими подписчиками. Собирают люди разных специальностей. Даже те, кто никогда кирпичей в руках не держал, тоже собирают все с первого раза. Есть отзывы на моих каналах. Пожалуйста, это все тоже есть. Можете ко мне обращаться на мой WhatsApp. Пишите. Сделаем вам такой проект. Оформим. Уже все проекты готовы и проверены. Там порядовка, посчитаны материалы, 3D-модель. Ну что, друзья, давайте посмотрим этот же ролик. И еще я снял специально видеоролик на своей даче. Показал вам, что дымоход на горение костра и на тягу костра не влияет. То есть, там у меня в кружке, так называемой, готовятся угли для шашлыка и дым стабильно идет. Ну, в общем, давайте все это посмотрим своими глазами. Хватит болтать, давайте приступим к просмотру видеоролика. Погнали! Друзья, вот это видео, которое мне прислал один из моих подписчиков. Он печник. Значит, поделился информацией со мной. Вот показывает на видео, что видео, сразу говорю, без звука, ничего там он не комментировал. Поэтому комментарий беру на себя я. Видно, да, какая копоть даже на потолке. То есть, мангал стабильно дымит. То есть, не то, что иногда, но постоянно он дымит везде. Видите, арка, все, даже здесь копоть. Из плюсов, что вот придумали крючок здесь повесить. Ну, крючок от строп крана вешать, наверное, что-то серьезное собрались. Но не суть. Да, есть крючок, это уже хорошо. Есть первый зуб. Мы видим, это тоже хорошо. Значит, барбекю с технологией уже использовали. Технологию первый зуб сделали. Ну и, как говорится, да, первый зуб вот он классический. Закончился горизонтальной полочкой. То есть, это как бы считается по современным нормам. Не доработка. Сейчас заглянем вовнутрь. Ну, для тех, кто первый раз смотрит мое видео, да, почему я так иронизирую, недоработка первого зуба, значит, поясню немножко. У нас поток дымовых газов поднимается, когда вверх, да. Первый зуб – это уже наличие технологии. Значит, это уже продвинутые технологии. Первый зуб, он берет на себя контроль, да, поведение огня и дыма. То есть, он его к себе притягивает, вот эта плоскость наклона. Поток поднимается вверх и уходит в трубу. Но вот эта зона горизонтальной полочки является зоной турбулентности. То есть, здесь закручивается этот поток, вследствие чего охлаждается он очень сильно и выпадает, ну, иногда даже приличное количество сажи. Все зависит еще от дров. Если дрова влажные, то, естественно, сажи будет больше, чем от сухих, хороших дров. Существует мнение, что вот эта горизонтальная полочка, это специально придумано для того, чтобы сажа туда ее поддала. Друзья, это недоработка. И именно из-за нее сажа там и оседает. Вот именно мой второй зуб, он перекрывает эту зону турбулентности. И поток, не теряя своей скорости, а даже продолжая с ускорением, улетает в трубу, не разрываясь в зону турбулентности. И сажи уже здесь никакой не оседает. То есть, все улетает в дымоход. Ну, понятно, что оно все черное, но сажи уже там нету. И еще и второй зуб, он как эффект Куанда, притягивает к себе все дымовые газы и костер. То есть, он еще и заворачивается туда-назад. Вот, ну, это так, ремарка, да. Посмотрим, что здесь у нас. Сразу вижу недостатки, да, проблемы какие. Отсутствие дымохода видно, да. То есть, его здесь нету. Там, где он должен быть, его нету. А где он? А вот он. То есть, вот сюда его вывели. Я думаю, что, скорее всего, 90% это связано с тем, что не хотели дырявить потолок. Ну, как я ранее говорил, да, крышу, потолок. И решили его вывести. Заказчик говорит, а можно? Печник говорит, так, конечно, можно. Я же в печках всегда так делаю. И вот так вот они вывели сюда дымоход. Второе замечание, это вот эти горизонтальные полочки. Вот. Это тоже очень серьезное нарушение. То есть, каждая полочка горизонтальная является зоной турбулентностью. Вот здесь зона турбулентности. Что это такое зона турбулентности? Это воздушная пробка. То есть, встречный поток. То есть, газ идет вверх, закручивается вот здесь. А когда закручивается, значит, этот газ возвращается навстречу потоку. То есть, замкнутый круг получается. И дым, естественно, он же продолжает поступать. Он вываливается. Вот эта полочка горизонтальная. Один даже, я слышал, печник предположил, что эту полочку делают специально для домового. Вот здесь его домик. Здесь вот он спит. Там как раз вкладушку на ночь ставят, маленькую подушечку. Ялка и спит для дымового полочка. На полном серьезе он при этом говорил. В общем, дымоход выведен сюда. Это является для открытых топочных систем тоже с злейшим нарушением. Но недопустимо. Я сейчас покажу, как надо делать. В общем, выходит наш подписчик на улицу, чтобы показать, какой виден дымоход. Вот видно внешний вид. Представляете, какой это сейчас смотришь, да? Ну, черная-черная. Представляете, когда человек готовит здесь шашлык, жарит или просто сидит отдыхает. Да, вот кресло тут. Какой здесь вид. И все вот так, наверное, за навес дыма такой стоит. В общем, понятно, что люди обратились уже за помощью. Терпеть дальше некуда было. В общем, видно. Вы уже поняли, что горизонтальный вот такой выпуск – это нарушение. И смотрите, какая длиннючая каланча. Эту каланчушь сделали неспроста, а специально. Давайте сейчас найду паузу такую, чтобы в ракурс вошел. Специально, чтобы по влиянию этого мифа, да, тяги в трубе. Что типа тем, чем выше она, тем лучше будет тяга. Ну, как вы уже знаете, тяги в трубе нету. Ну, может, еще не все с этим согласны. Ну, вот смотрите, хорошо. Допустим, тяга есть трубе. Почему же она тогда не вытягивает вот из мангала дым? Почему? Трубу сделали подлиннее. Почему она не вытягивает? Потому что нету тяги там. Дым сам заходит. А в такую горизонтальную полочку он просто зайти не может. Ладно, она вот здесь вот выходила, да, труба. А и то не будет работать. И тут еще один поворот. Как надо было делать? Сейчас я вам покажу, как надо было делать. Допустим, вот здесь вот у нас мангал. Ну, это надо, конечно, все расчеты делать по факту на месте. И канал должен быть вот такой вот, друзья. Ну, я уже об этом не раз говорил. То есть, вот, под 45 градусов. Ну, а здесь, допустим, вот такой вот дымосборник. Ну, к примеру, вот так вот лучше его даже сделать. Вот. И смотрите, вот здесь вот, вот так зуб уже не надо делать. Потому что он будет, наоборот, препятствовать прохождению дымовых газов. Вот так вот. Идет в трубу. Трубу не уменьшать сечение. 27 на 27 сантиметров должна быть вот здесь труба. То есть, вот это вот. А не вот такая тоненькая. Это тоже нарушение. Ну, я думаю, вы уже поняли, да, что здесь надо делать трубу в мангале, прорубовать потолок, прорезать крышу. И тогда будет все нормально работать. Ну, и все. На этом ролик закончен. Давайте теперь покажу вам мой ролик. Это я на даче у себя. Специально для вас, друзья, для этого ролика снял видео. Показать, как работает мангал. Правильно собранный, да справленный трубой. Видите, здесь труба идет прямо по центру мангала. Все здесь высчитано. Есть, кстати, проекты. Да, я уже говорил об этом. Не буду больше говорить, напоминать. В общем, смотрите. Не важно здесь, костер горит или просто дым. Вообще, да, самое сложное это справиться с дымоотведением. Когда костер горит, ему там особо не важно, какая труба, как она сделана. И высокая энергия, скорость, кинетика, она пробьет себе дорогу. А вот именно дым. И давайте посмотрим. Так, сейчас я звук уберу. Я тут рассказывал. Можно будет, кстати, этот ролик отдельно посмотреть на моем канале. Шортс. Короткий шортс называется. Я здесь закрываю задвижку. Так как считается, да, что задвижка регулирует тягу в открытых топочных системах. И вот я сейчас, что я делаю. У меня задвижка на цепочке. Я просто перекрываю задвижку. Вот я ее закрыл. И смотрите, что происходит. Ничего не происходит. Дым как шел, то есть костер как горел, так и горит. Ему все равно. Он даже не знает, что здесь перекрыли дымоход. Он даже про дымоход не знает. И видите, что происходит. Наполняется дымом. Смотрите, как я возмущаюсь тут. Наполняется дымом камера вся. Но продолжает гореть. То есть какая тут взаимосвязь задвижки, вот здесь которая, да, и самого костра, да, горения вот этого. Смотрите, что вот за этого, вот как вот регулировать. По идее, эти люди, да, которые говорят об этом, я должен был сейчас закрыть задвижку, и вот здесь вот дым перестать идти. Так что ли? Они так именно на серьезе и говорят, что да, закрываешь задвижку, и вот здесь дымить перестанет. Открываешь, тяга улучшается сильнее, дым идет. В общем, еще мне также говорят, что вот надо задвижкой регулировать тягу. Ну, это в печках, да, возможно. И то в печках лучше регулировать тягу под дуальной дверцей, а не вот этой заслонкой. Заслонкой для того, чтобы холодный воздух не опускался зимой в канал, сюда не выветривалось, сквозняка не было. Ну и так же вот, как у нас сейчас нашествие клопов-черепашек, чтобы они не лезли в этот дым охот. В общем, друзья, спасибо, что посмотрели мое видео. Ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь, кто не подписался. Ну и пишите в комментариях, чтобы вы хотели еще узнать, какую информацию от меня. Я с удовольствием сниму для вас такой ролик и выложу на все свои каналы. Все, всем желаю удачи, успехов в труде, здоровья и до новых встреч на моем канале Пламя. Всем пока!